Всем привет, вы на канале НКХ, с вами как всегда Александр и сегодня у нас на распаковочке и в обзоре будет самый дешевый эндоскоп с Алиэкспресс. Поехали. Обошлось сие чудо мне в 420 рублей, посылка пришла довольно таки быстро всего за полторы недели. Разумеется за такие деньги никакой оригинальной упаковке речи быть не может. Эндоскоп со всеми приблудами упакован просто в пакет и как вы видите завернут в небольшой сверток. По сути никакой особой защиты данному девайсу не нужно, так как ломаться тут практически нечем. В данное время эндоскопы очень популярны у слесарей сантехников, вентиляционщиков и автомехаников. Объяснять почему я надеюсь смысла нет. Итак, давайте перейдем к содержимому этого чудо пакета. Внутри у нас лежит сам эндоскоп, разъем как вы видите micro usb, чуть позже вы увидите сие чудо в работе. Чуть ниже разъема располагается регулятор, на нем находится кнопка для фотосъемки и регулировка яркости светодиодов, коих на этом эндоскопе находится 6 штук. Длина данного экземпляра составляет полтора метра. Для решения моих задач это оптимальная длина. Длина данной марки эндоскопа выпускается в пяти вариантах, метр, полтора, два, три с половиной и пять метров соответственно. Также в комплект поставки данного девайса входит переходник с micro usb на usb для подключения данного девайса к пк либо ноутбуку. Также в комплекте у нас находится, как вы можете видеть, инструкция и небольшие приспособления. Их мы рассмотрим чуть-чуть попозже. В инструкцию, как вы видите, вложен диск с программным обеспечением для персонального компьютера. Инструкция у нас будет использоваться, как всегда, если чего-то не включится, либо чего-то сломается. Итак, мы переходим к просмотрению приспособлений для эндоскопа. К числу приспособлений входит крючок, с помощью которого можно доставать различные вещи в труднодоступных местах. Крепится он с помощью вот такой вот приспособы. В самом конце видео вы сможете увидеть один из вариантов использования данного крючка, прикрепленного к эндоскопу. Крючок, как ни странно, очень плотно крепится к эндоскопу. Также в наборе имеется неодимовый магнит, который крепится точно так же, как и крючок. С помощью него вы сможете доставать из труднодоступных мест различные металлические штуки. Если вам нужно рассмотреть что-то под углом 45 градусов, то вам подойдет последнее приспособление, которое входит в комплект. Крепится к эндоскопу она с помощью резьбы. А сейчас я предлагаю вам рассмотреть все три приспособления в деле. Крючок, как вы можете видеть, справляется абсолютно со всеми связками ключей. Для опыта я использовал три связки, большую, среднюю и ключ от автомобиля. По массе ключ от автомобиля оказался тяжелее средней связки, так что в следующем опыте мы начнем со средней связки. Итак, теперь предлагаю испытать неодимовый магнит. Со средней связкой ключей неодимовый магнит справляется довольно-таки легко. С ключами от автомобиля также никаких проблем нет. А вот с большой связкой вы сейчас сами все увидите. Да, к сожалению, с большой связкой неодимовый магнит не справляется. Но это не критично, так как данная связка ключей довольно-таки увесиста. Как вы, наверное, сейчас все заметили, продавец немного лукавит. В технических характеристиках на сайте он указал, что данная камера снимается в 720p. По факту же, максимальное разрешение данной камеры составляет 640 на 480 пикселей. Несмотря на это, камера снимает довольно-таки неплохо. Сами видите, какая хорошая детализация. Освещение диодов я на данный момент выставлено на середине. Это сделано не специально, честно говоря, я немного затупил и не выставил камеру на максимальную яркость. Кстати, использовать третье приспособление при максимальной яркости я не рекомендую, так как начинают появляться блики, что немного мешает при рассмотрении объектов под углом в 45 градусов. В общем и целом данное приспособление со своей функцией справляется. И теперь вы можете наблюдать видео, снятое с эндоскопа. Ссылка на сие чудо, как всегда, будет расположена под видео. Я надеюсь, что данное видео было для вас полезным. Если вдруг у кого-то появились какие-то вопросы по данному девайсу, пишите под видео, я постараюсь на все ответить. Как всегда, ставьте пальцы вверх, если видео вам понравилось, пальцы вниз, если не понравилось. Подписывайтесь на канал. Всем пока и до новых встреч. А вот, кстати, как я и обещал, один из вариантов использования данного девайса. Если вы уронили куда-то кольцо, вы смело можете использовать для его вылавливания этот эндоскоп. Как вы уже, наверное, заметили, детализация видео в воде у данного эндоскопа еще выше, чем при обычном режиме съемки. Субтитры сделал DimaTorzok